Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Как это у меня часто бывает? Я начинаю копить пустые баночки, у меня их очень-очень мало. И потом не успеваю опомниться, как у меня вот такой вот уже огроменный пакет. Я понимаю, что мне срочно нужно это снимать. В итоге получается пустых баночек на целых два видео. Поэтому сегодня начнем с вами разбирать мои пустые банки, мои пустые завалы. Давайте немножко поговорим про сухой шампунь от ДАВ. Если сравнивать его, допустим, с тем же Батистом, он немного проигрывает. Но у него есть и свои плюсы. Его огромный плюс в том, что здесь не такой какой-то белый ядреный вот этот порошок находится. Здесь он какой-то, знаете, более такой бежево-прозрачный что ли. После его применения практически не остается никакого белого налета, который необходимо вычесывать потом. В этом с ним намного проще работать. По поводу того, как же он действует на волосы. Да, хорошо подсушивает. Корни приводит волосы в порядок. Придает небольшой объем моим волосам. Но у меня, хочу сказать, что волосы довольно-таки тяжелые. И придать им какой-то супер объем практически, наверное, ничем невозможно. Может быть, его нужно немного больше, чем Батиста, для того, чтобы придать волосам ту визуальную чистость, которую я хотела бы придать. Но в целом и общим, скажем так, мне шампунь понравился. Скажу вот про такую троечку от Батиста. Думаю, что всем понятно, что Батисты я очень-очень нежно и горячо люблю. У меня закончилось целых три вот таких вот баночки. Это был Квит, Тропика и XXL объем. Вот XXL объем мне понравился меньше всего. Потому как для меня он какой-то не такой, скажем так. Мне комфортнее вот эти обычные Батисты использовать, нежели вот чем, которые прям супер объем. Так как они придают какую-то жесткость волосам, знаете, такое чувство. Если вот эти нанесешь, то волосы мягкие, прекрасные, все замечательно. Вот здесь же ощущение, что я налила лака на свои волосы. А я это ощущение очень-очень не люблю. Но по тому, как он освежает волосы, так же действует прекрасно. Но вот это, нет, вот это бы я повторять не стала. Мне понравился. Кстати, больше всего по аромату мне нравится Fresh. По-моему, Fresh такой синий. Вот это просто мой самый идеальный, наверное, сухой шампунь. У него потрясающий аромат и потрясающее действие. Вот эти две красотки также мне понравились. Батисты, я думаю, буду любить всегда горячо и нежно. Уже не сухие, а обычные, влажные, мокрые шампуни. Закончился у меня вот такой вот шампунь от Карелия Органика. Био-шампунь, облепиха. По запаху мне он очень напомнил мой самый любимый аромат шампуни от Натура Сибирика. Натура облепиха как-то так очень напоминает. Потрясающий аромат. Вот только за этот аромат я готова повторить этот шампунь. Промывает хорошо. Сверх каких-то способностей я в нем не заметила. Для меня самое важное, чтобы шампунь хорошо промывал волосы. Вот у меня прям пунктик, чтобы прям, знаете, такой волос был рассыпчатый. И вот с этим он справлялся. И в принципе нравился. Ну, за аромат, повторюсь, я бы еще раз его повторила. Закончились два флакона моих несменных обитателей ванных Head & Shoulders. Один, кстати, здесь вот это вот новое 3 Action Formal. Знаете, не почувствовала я какого-то, честно говоря, различия. По мне, что тот, что тот. Работают с моими волосами одинаково хорошо. Я думаю, все знают о моей проблеме. И вот эти шампуни с ней справляются. Еще один шампунь закончился. Это от марки Cell Beauty. В общем, Cell Beauty это такая марка, которая позиционируется как такой, знаете, сам себе косметолог. Ну, грубо говоря, очень, честно, тяжко говоря. То есть, суть данной марки в том, что вы заходите на сайт и сами собираете себе средства. То есть, если это шампунь, вы можете выбрать отдушку, активные ингредиенты. То есть, все-все-все. То есть, сами, так сказать, конструируете себе средства. Шампунь просто потрясающий пах. Это что-то с чем-то, знаете, я готова и была его нюхать просто сутками. Настолько вкусный клубничный запах. Вот только из-за этого запаха, я не знаю, вот этот аромат у них от душа. Шампунь также хорошо промывал волосы. Исключительно полезные компоненты в этом бутылечке были. И мне это понравилось. Закончился вот такой вот гель для душа, также от этого бренда. И он у меня уже был немножко с другим ароматом. По-моему, это были лесные ягоды или что-то в этом роде. Не сушил ни в коем образе кожу. Было очень приятно принимать с ним душ. Единственный минус могу его назвать в том, что, думаю, вы видите, что здесь подржавело. То есть, он у меня несколько, пару недель, наверное, стоял. Там вот так вот было. Я про него забыла. И потом вот обнаружила то, что пружинка, по-моему, внутри вот этого дозатора начала подржаветь. И, к сожалению, там чуть-чуть оставалось допользовать по прямому назначению. Мне его уже не далось. Я его вылила. Закончилась вот у меня такая вот сушка для ногтей от Orly. Знаете, мне она очень нравилась. Единственное, у нее не очень экономичный расход. Потому как какая-то другая сушка, ее можно нанести точно на ноготь, то здесь идет метод распыления. То есть, мы красим ногти и вот так вот уже, значит, распыляем. То есть, соответственно, много средств идет мимо. Но за счет того, что оно не ложится дополнительным, скажем так, покрытием на лак, то есть, просыхает просто очень хорошо, очень быстро. Нет никакого лишнего покрытия на ногтях. То есть, это просто такая, скажем, водичка, которая сушит лак. Вот это средство классно. Единственное, можно было бы его как-то экономичнее расходовать. Было бы вообще замечательно. Кончился у меня вот такой тоник от Mother Loves. Тонер безалкогольный, хороший тонер. Заказывала его с iHerb. Прекрасно справлялся со своей задачей. Любила я его на утро. Такой легкий, комфортный, увлажняющий тоник. Хорошо успокаивал кожу. В общем, хороший такой тоник. И очень-очень у него хороший объем. Целых 355 миллилитров. До скачка курса это было просто муа. Но сейчас дороговато. Кончилась у меня очередная баночка. Гарнир. Чистая кожа, нецеллярная вода. Это, по-моему, у меня уже вторая. Еще одна у меня уже в ходу. Вот это средство, да, это такой мой любимчик. Мой must-have. Это то, без чего у меня никогда мой комодик с косметикой не обходится. То есть, всегда вот эта баночка у меня стоит в заначке. Знаете, особо я его как-то не попробовала. Раза два, наверное, его испробовала. Сорсной дневной увлажняющий крем. Ну, эффекта никакого абсолютно не произвел. Как ни положительного, так и ни отрицательного. В основном, я это все делала, отполовинила, по-моему, маме отдала. В общем, во мне он как-то, ну, ну, никак, честно говоря, вообще никак. Не поняла я его фишки. Две вот такие вот масочки для локоточков и пяточек. О них я вам рассказывала более подробно. Ссылочку на видео оставлю под этим видео в инфобоксе. В общем, смотрите. Неплохие средства для тех, кому лень, скажем так. Хорошо увлажняют, хорошо действуют, все понравилось. Но, в принципе, эти средства можно заменить каким-то жирным кремом, замотав чем-то локоточком. В общем, скажем так. Если вам неохота заморачиваться, стоят они не так дорого. Если вам неохота особо как-то заморачиваться, то вот эти средства работают отлично. Вот, в общем, на сегодня это все пустые баночки. Обязательно смотрите вторую часть про пустые баночки, которая будет, не обещаю, что скоро. Потому что очень много в планах других роликов. А еще мне будет очень приятно, если вы не забудете поставить пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok